Сегодня мы прожили еще один военный день, день войны нашего государства. Что произошло, хочу проинформировать. И чем мы занимались. Сегодня по ему поручению Михаил Ильич Кучук провел встречу с представителями волонтерских организаций, которые проводят огромное титанищество работы в нашем городе. Эту встречу я поручил провести после вчерашних разговоров о том, что мы уже видим практически все, что отсутствует плановая логистика наших действий, согласованных действий. Что это значит? Это значит, что где-то густо, а где-то пусто. Почему? Потому что обращение то ли за продуктами питания, то ли за чем-то еще, в нескольких инстанциях, в нескольких организациях, все реагируют на это и привозят. Привозят часто в одно и то же место, дублируя друг друга. Те или иные виды товаров, продовольствия. Поэтому стало необходимо на всем скоординировать, скоординировать действия. Мы предложили это делать на базе городского логистического центра, который организован с первого дня. Что сегодня и происходило. Этим занимался мой первый заместитель Михаил Ильич Кучук. Следующее. Сейчас в Германии силами наших представителей в Бранденбурге, в городе Германия, сформирован гуманитарный конвой, который сегодня уже выехал в сторону Украины, в сторону Одессы. Это прямая помощь Одессы. К нам везут продукты питания длительного охранения, что позволит нам формировать дальше запас, стратегический запас города. Мы также сегодня организовываем помощь тем городам, которые ведут боевые действия, уже участвуют в войне. Так мы направили помощь и поддержку в виде продуктов питания в Харьков. Готовим завтра эвакуацию, оказываем помощь, выделяем автобусы и будем эвакуировать детей из Николая. Вся работа проведена, все подготовлено, сопровождение завтра мы планируем провести. Сегодня также я провел традиционные разговоры, поддержку городов, которые активно участвуют сейчас в войне. Киев и Харьков. Мы записали информацию, и вы ее услышите, о том, что происходит сегодня в Харькове глазами мэров городов и людей, как происходят боевые действия и куда стреляет сегодня враг по жилым домам, по объектам инфраструктуры. И в разговоре с Виталием Кличко, моим другом, вы знаете, он абсолютный чемпион мира по боксу, сильный человек, смелый человек, который сказал, что в Киеве сейчас сложно, в Киеве сложная и напряженная обстановка, но Киев готов, Киев обороняется и никого не пустит. И присущей ему такой смелой, дерзкой манере, он сказал, что все те, кто пытаются прорваться в Киев или захватить нашу землю, или захватить Киев, и в чем я не сомневаюсь, получат пиздец и будут выгнаны с нашей земли.